здравствуйте уважаемые трейдеры самая связь виталий кухта сегодня нас 30 октября обсудим основные рынки есть некоторые изменения у меня снова я делаю переворот скажем такой на рынке как и раньше я был скажем покупателем по фондовым индексом пытался их на днях шортить но вижу что они не хотят падать и скорее всего я думаю что дальше они уйдут по тренду как и позапрошлый раз с накопления есть изменения в принципе по форекс вот там будет интересно есть рискованные дни моменты на возможный разворот ну металлы в принципе идут по плану наверх золото серебро рынок крипты здесь тоже под вопросом потому что раньше меня скажем вот была идея такая с обвалом фондовых рынков и если рассматривать крипту через призму эфиров там я думал что возможен шорт хотя хотя его еще не исключаю но последние дни как его от купили это стоит под вопросом ну по графикам я уже покажу конкретно давайте подойдем графиком и так а сегодня индекс страха не будем затрагивать он без изменений но вот эти вот эти движения которые происходят вот я позавчера вот в своих обзорах говорил что жду сильного падения вот с этой зоны мы в принципе вчера пытались падать но снова откупили и закрытие вот этого дня мне не сильно нравится поэтому дальше я рассматриваю только рост и пока мы выше 5 830 условно я за рост с п 500 и nasdaq аналогично в принципе мне напоминает вот вот это накопление которое сейчас аналогично формируется да поэтому я за рост напомню вчера выходили данные по рынку труда первые это заявки по вакансиям они вышли хуже да то есть это возможно скажем а показывает и предполагает что данные дальнейшие от адп и нонфарма выйдут плохие и вот это все в купе будет сигнализировать о том что фрс будет более агрессивно снижать ставки хотя я не думаю что не на 05 понизят скорее всего на 025 ну и самое главное что там кто и что победит на выборах там же будет политика фрс меняться более как-то гибко поэтому фондовые индексы я за лонг конечно возможно я не ошибаюсь то что делаю переворот так как если учитывать индекс страха он еще в рамках в рамках вот этого крупного паттерна немножко его зажимают зажимают его сегодня но посмотрим посмотрим возможно я с ним ошибаюсь или или не ошибаюсь посмотрим нас так аналогично он дальше пробил вот вчера пробил уровень 20700 закрылся одну практически почти на уровне или чуть выше на пару пунктов я думаю что дальше дальше рост по данному инструменту золото по металлам принципе уровень тысяч две семьсот десять мы удержали я говорил что дальше только рост принципе вот было небольшое накопление вот очень красивая мы неплохо выросли я думаю что дальше потенциал тоже есть роста но нужно быть скажем я такие моменты не люблю торговать только через накопление но в принципе кто ранее покупал или кто вообще покупает золото я бы дальше 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 его удерживал шортить я здесь не вижу смысла конечно возможно какие-то новости выйдут и у нас пойдет какая-то такая более агрессивная коррекция но посмотрим серебро в принципе то же самое я думаю что дальше мы будем только расти ключевой уровень поддержки у нас в районе условно 33 50 вот эти минимума ну условно 33 33 50 вот эта зона я бы ориентировался ну вот так в лор да то есть вот с текущих или с небольшой коррекции еще могу дать и дальше только на рост стоп лосса вот сюда за данный уровень поэтому золото удерживаем серебро можно принципе попробовать новые сделки по нефти я ранее уже разбирал здесь и ошибся со своим анализом в принципе моя ошибка была еще даже не то что на прошлой неделе а еще несколько недель назад когда я впервые начал вот после вот этого импульса до этого я был вот здесь покупателем то есть вот вот это движение по нефти я верно спрогнозировал дальше когда пошел импульс от 8 октября я начал в своих обзорах и в принципе сам делать сделки на снижение но дальше у меня появилась идея что на фоне возможных эскалации плюс технически у все ну как бы не все указывал а были моменты которые указывали что у нас еще повторится такой рост как был у нас в начале октября скажем и мы еще раз протестируем 80 хотя этот момент еще не исключаю на текущий момент такое ощущение что мы все-таки будем пробивать вот эти 70 и глобально идти на 60 посмотрим я пока нефти вот сам не торгую дальше если двух словах по натуральному газу здесь произошла экспирация пока его тоже не трогаю газ я пока не трогаю я так понял это у нас так сейчас посмотрим на экспирация этому газ я пока не трогаю ну и по форекс что у нас по форекс произошло индекс доллара есть предпосылки предпосылки что индекс доллара евро доллар все-таки хотят уйти на коррекцию я бы не сказал что здесь супер супер модели но по 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 индекс доллара кто его торгует пока мы ниже 104 и 5 я бы пробовал спекулятивно шортить и посмотреть что за этого получится но обязательно стоп лосс ставил за 104 5 здесь я то есть нет очень хорошего паттерна евро в принципе аналогично как индекс доллара рискнуть можно купить секущих риски за вчерашние минимумы да то есть здесь в принципе уже есть какие-то признаки на то что у нас евро доллар хочет идти на коррекцию этом и смотрел и индикаторы тоже указывают по моделям ездить модель вот мы вот этот импульс который нарисовали вот если брать среда минимум 23 октября 24 октября это как импульс вот эта коррекция ну вчера такая глубокая коррекция была она была вызвана тем что по оптопромов германии какие-то забастовки пошли я там сильно не вникал новости но такой момент и больше вот реакция по евро на откуп пошла после негативных данных по рынку труда сша поэтому евро можно спекулятивно начинать покупать индекс доллара аналогично шортить тоже здесь может быть ловушка в зависимости что это за тренд так как у нас уровень 104 108 30 еще не пробит это может быть ловушка и мы дальше будем с этого накопления очень сильно падать поэтому соблюдайте стоп лосс от фунта более красив вот если по сравнению с евро он более красив на хотя вот у нас уровень ключевой это 129 50 вот я бы переключился пока на ланге мы поломали вот эту конструкцию которая зажималась вниз и из текущих или с небольшой коррекции я бы фунт окупал со стоп лоссами за 129 50 с целью 131 мы можем в принципе на этой неделе до пятницы сделать поэтому спекулятивно я бы за фунт пробовал пробовал покупать он еще более он более красив нежели евро но в принципе я что по евро по фунту рассматриваю покупки по другим валютным инструментом принципе картинка аналогичная или где-то похуже по криптовалюте биткоин все-таки пошел тестировать исторический хай он к нему подобрался тоже была ошибка моя о том что я так скажем был ранее активным боком по биткоину и по криптовалютам но ожидал там более какой-то сильной коррекции перед вот этим ростом да не дал он коррекции пока я его тоже не трогаю то есть упустил вот эти все покупки которые я практически весь сентябрь октябрь говорил они отработались но решил спекульнуть и скажем не удачно потому что если брать эфир то здесь можно вот так переключиться напомню ранее по эфиру вот эта зона выше 2300 я был активным покупателем аналогично как по другим валютам бенби солана и так далее то есть лоткоин шиба дочку ин но скажем у меня еще вот эта мысль появилась что вот это все движение оно больше похоже на коррекцию и мы пойдем еще обновлять 2000 и возможно там 1800 1500 такой сценарий еще не исключаю если какие-то форс-мажоры пойдут но пока спекулятивно я я бы эфир подбирала с небольшими стоп лоссами из такое ощущение что он идет 2 800 пробивать конечно лучше когда он пройдет пробьет 2 800 и тогда более такие явные покупки будут ну посмотрим потому что вот если смотреть бенби но он еще не пробил но поджимается к этому уровню солана аналогично то есть дачкоин вообще просто красавчик то есть он практически за последнее время фаворит среди среди монет я конечно не все монеты смотрел но от те которые я смотрел в районе 10 10 центов его советовал последние несколько месяцев покупать мы практически ну под 80 процентов профита сделали по данному инструменту просто красавчик шиба не так но в принципе от шиба тоже делает накопление я думаю что в ближайшее время она будет дальше расти очень сильно на этом все напишите свои комментарии свои видения рынка вопросы ждем если ситуация будет меняться будем дальше дальше смотреть всем удачи пока